Продукты, забалы, эксперты сомневаются, что программа продовольственной помощи населению может заработать в ближайшее время. Ранее о таких планах заявили в Минпромторге. Новые введения, как предполагается, позволят малоимущим приобретать здоровое питание, а также поддержат отечественных производителей. Карточка для малоимущих граждан должна представлять собой электронную карту покупателя, на которую будут зачислять средства. Их можно будет тратить на определенные виды товаров и продуктов, в частности на свежие, скоро портящиеся нашего производства. Сообщалось, что программу могут запустить уже в этом году, однако эксперты считают, что вводить продуктовые карты сначала нужно в качестве эксперимента, и только в одном регионе. В нашем федеральном бюджете никаких карточек не предусмотрено, нет такого вида пособия. То есть абсолютно непонятно, что за пособие будет переведено в этот режим. В принципе, не очень понятно, как это в 2017 году может функционировать, кроме вот какого-то пилотного региона. Если вот мы найдем какой-нибудь субъект Российской Федерации, который скажет, вот да, у меня есть небольшое количество денег, я хочу попробовать. Вот это, мне кажется, реалистично. Сделать в 2017 году, посмотреть просто, как работает этот механизм. А запустить ее по всей стране в 2017 году, это, ну, абсолютно реалистично. Число потенциальных участников программы порядка 16 миллионов человек. На запуск этой программы в продовольственных карточках по подсчетам специалистов Минпромторга может потребоваться 240 миллиардов рублей. Продолжение следует...